Почему так получилось, что в Госдуме был принят законопроект об индексации пенсии работающим пенсионерам от Единой России, а не от КПРФ «Справедливой России за правду», например? Причина в том, что законопроекты явно отличались. Дело в том, что в КПРФ «Справедливой России за правду» предлагали проиндексировать пенсии работающим пенсионерам за все время, пока не было индексации. Однако в Единой России посчитали, что правильно проиндексировать только за один год. Подписывайтесь на телеграм-канал, ссылка в описании. Николай Николаевич, возврат индексации пенсии работающим пенсионерам – отличная новость. Но, к сожалению, есть проблема. Дело в том, что были разные предложения в Госдуме по этому поводу. И если, например, фракция КПРФ предлагает проиндексировать пенсии работающим пенсионерам за весь период, то в Единой России думают иначе. Там считают, что нужно проиндексировать пенсии в 2025 году всего лишь за один год. Хотя работающим пенсионерам не индексировали пенсии 9 лет. Депутат Единой России Светлана Бессараб сообщила, пенсии с 1 февраля 2025 года вырастут на процент инфляции. Пусть это условно будет 5 с небольшим процентов, который сейчас нам дает Росстат. И оно будет абсолютно одинаковым. И для работающих пенсионеров, и для неработающих. Получается, что полную пенсию работающие пенсионеры могут получить только в случае, если уволятся. То есть в этом плане ничего не изменилось. Как бы вы прокомментировали это? Я уже, правда, комментировал данный вопрос. Я прежде всего хочу сказать, у нас 41 миллион пенсионеров по статистике. Все данные Росстата, которые я приведу, из них 8 миллионов работают. Вот это стыдобище, понимаете? В то время как немецкие пенсионеры отдыхают в Доминикане, проводят круизы вдоль Южной Америки. У них это не возникает. И самое главное, что немецкий пенсионер живет на пенсии. Почему немецкий? Ну, мы их победили вроде как. Немецкий пенсионер живет на пенсии в среднем 15 лет. У нас в среднем мужик, вот сейчас после повышения пенсионного возраста до 65, живет 0 лет. Максимум 1 год в среднем на пенсии, понимаете? То есть, получается, повысив пенсионный возраст, правительство просто лишило людей пенсии, скажем так, многих. Потому что они просто до нее не доживают. Ну, либо живут на этой пенсии ровно столько, чтобы завещание оформить, там еще что-то сделать. Потому что никакого роста продолжительности жизни в стране, о чем вот говорили, его нет. Идем дальше. Значит, у нас там говорят вообще индексация, ну, не только пенсии, там, а некоторых зарплат бюджетников на уровень инфляции. Ну, почему никто не задаст вопрос, у нас кто меряет этот уровень? Инфляция, рост цен. То есть, соответствует ли то, что меряет правительство тому, что есть в реальности? Вот спросите любого человека. У вас цены в магазине, вот вы говорите, на 5% выросли в году, да вам просто в лицо рассмеются. Скажут, вы что, обалдели, на какие 5? Вы что, смеетесь, что ли? Там на металл, там вот фурнитуры обычные, строительные, ручки какие-нибудь, гвозди, метизы на 50%. Ну, хорошо, гвоздями там никто не питается, допустим, да, но хотя ремонт надо делать. А продукты, главное, продукты. Ведь это для пенсионеров главное, продукты и лекарства, да. Но без этого никто не может. И третье, без чего никто не может прожить, тарифы жилищно-коммунального хозяйства. Ну, все где-то живут. Ну, есть, конечно, еще какие-то дома, где люди вот сами дровами все отапливают, да. Да, они ничего не платят. Но в большинстве-то платят. Вот я вам докладываю, какие нафиг 5,5% с 1 июля, вот мы с вами записываемся буквально за день до этого, ожидается рост тарифов жилищно-коммунальной услуги в среднем, я хочу подчеркнуть, в среднем на 10%. То есть, меньше не будет. Какие-то черт, опять-то. Получается, значит, пенсионерам повысят на 5, а за квартиру они на 10 больше будут платить. Ну, это что, это вообще наперсточничество уже какое-то, понимаете. Я вам дам 100 рублей и сдеру с вас 200, что ли. Ну, люди же это тоже все понимают. Причем, если взять Алтайский край, например, то в Барнауле, в столице Алтайского края, планируется пока на 14% рост тарифов ЖКХ. На 14%. Почему? Потому что правительство говорит, как бы, минимум, это нормативы правительства, это не частная компания, правительство, потому что это регулируемые тарифы. То есть, от балды нельзя повышать в нашей стране даже сейчас. Так вот, правительство наше говорит, минимум 10, а в отдельных случаях, в отдельных, да, можно и больше. А сколько больше? Столько. Получается, значит, продовольственная инфляция огромная, рост цен на продукты, тарифы ЖКХ 10-14%, будет рост Барнаул 14% намечен, да, в Бийске, по-моему, даже 15%. Ну, посмотрим, да, вот как это все будет происходить. Может быть, пересмотрят, слава богу, еще, да. Так тогда о какой индексации мы вообще говорим-то? Опять, это просто очередная обманка, по которой, там еще раз говорю, повышают на копейку, берут с вас рубль. Люди все это понимают. И как бы там ни говорили про отрицательный рост, лак ожиданий и прочую чепуху псевдонаучную, люди понимают, что их жизнь, пенсионеров, по крайней мере, с каждым годом не улучшается. Как этого обещали авторы пенсионной реформы 2018 года. Продолжение следует...